Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Приехала к парню в другую страну, парень хороший, делает то что может на данном этапе, но меня последний месяц несколько раз в день посещает мысль о возвращении домой, я почти засыпаю и просыпаюсь с этой мыслью. Пытаюсь отвлечь, там я чувствую себя более уверенным и ни от кого не зависело. Здесь же в течении полгода мне придётся зависеть от него и начинать всё сначала. Далее я могла бы позволить себе всё. До переезда сюда мне казалось, что будет легче пройти все эти этапы. Сейчас меня как будто разрывают на две части между парнями и моими потребностями, которые придётся прикрыть на полгода из-за того, что я жертвую собой, я плохо себя чувствую морально. Я очень скучаю по своим родным. Стоит ли терпеть полгода или есть возможность потерять себя? Ну, как бы за полгода вы себя потеряете, конечно, вряд ли. То есть вот именно за полгода потерять себя, на мой взгляд, слабо реально, потому что всё-таки это не такой большой промежуток времени, а вам, я думаю, не десять лет, да, и не пять лет. Вот за пять лет, наверное, если бы вам было пять лет или если бы вы на пять лет как-то вот себя мучили, да, подавляли, то, может быть, себя бы и потеряли, вот. Но за полгода вряд ли, вот. Конечно, есть, скажем так, некоторые обстоятельства, которые могут, ну, служить в данном случае некими отягчающими обстоятельствами. Это, например, важность ваших потребностей для вас, для вас, вот. Субъективная сторона того, что вы делаете, да, то есть вы чувствуете, именно чувствуете, что, ну, что жертвуете собой, да. Вот, это, конечно, может быть в некоторой степени проблемой, потому что вы ощущаете именно, что жертвуете собой. У вас нет чувства, что вы это делаете из, например, любви к своему парню, потому что вот вы хотите быть с ним, например. Такого ощущения у вас уже нет. Это могут быть отягчающими обстоятельствами, конечно, и, может быть, за полгода себя вы и не потеряете, да, именно вот, как бы не потеряете себя конкретно. Вот. Но то, что вам будет плохо, то, что вам будет не по себе, то, что вам будет, например, трудно, это факт, и вот как вы отреагируете на это, большой вопрос, на мой взгляд. Вот, поэтому я бы, конечно, смотрел по своему состоянию, если состояние очень подавленное и как бы очень тяжелое, да, по ощущениям, вот, то, конечно, я бы не сказал, что это можно как-то вот игнорировать, потому что, ну, вы в данном случае себе только вредите, да, и вредите себе достаточно сильно. Другой вопрос, единственный ли выход, как бы расстаться, да, вот, единственный ли выход для вас уйти от своего мужчины, своего парня и переехать, соответственно, в другую страну, ну, в смысле, вот, вернуться к себе, вот. На мой взгляд, выходов всегда может быть несколько, вот, и одним, в принципе, из таких вот выходов, да, может быть, например, то, что вы как-то вот сядете, да, и со своим мужчиной, вот, поговорите и постарайтесь договориться с ним, относительно того, как вы, например, могли бы организовать ваше, ну, скажем так, ваш быт, вот, как вы могли бы организовать ваше совместное проживание, вот, так, чтобы довольны были все, вот. А не только, чтобы был доволен он, например. То есть, вы говорите, что ваши потребности не удовлетворяются сейчас. Сейчас вы говорите о том, что молодой человек ваш делает то, что от него зависит, вот, и в этом смысле, в этом плане он большой молодец, но если вы не заявляете ему о своих потребностях, если вы не обсуждаете их, ну, вот, должным образом, скажем так, то, ситуация может быть весьма и весьма печальна, в таком случае, вот, потому что он-то, он-то может быть и делает что-то, и он хорошо, он молодец, что делает, но, если вам, например, нужно что-то другое, да, если вы нуждаетесь, вот, в, ну, вот, в чем-то другом, например, то это, на мой взгляд, ситуация, как-бы, как-бы, свидетельствующая о том, что, вы не очень хорошо с молодым человеком своим коммуницируете, 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 к сожалению, да, то есть, коммуникации у вас несколько, вот, хромает здесь, и, соответственно, нужно смотреть, вот, во-первых, какие потребности у вас, как вы говорите, не закрываются, так ли это, на самом деле, что, вот, ну, что вам, что вам именно нужно, прямо вот, нужно, на полгода, закрыть свои потребности, вот, то есть, наступить, наступить, наступить на свои потребности, вот, то есть, обычно, при таком, таком вот, некотором, так скажем, ближайшем рассмотрении, да, вот, ну, ситуации, обычно, при некотором рассмотрении ситуации, вот, вот, всегда, ну, выясняется, что, не так, все, страшно, вот, как, сказал, на первый взгляд, и, по-первых, ну, как бы, проявление, да, вот, хотя, хотя, конечно, ситуация, безусловно, бывает разу, вот, то есть, это, в общем и целом, проверка для каждого человека, в том числе, и для вас, это факт, вот, ну, очевидно, вот, вот, так что, здесь, такая вот история, поэтому я бы, в первую очередь, я бы, в первую очередь, посмотрел на вашу коммуникацию, вот, это первое, первое, второе, посмотрел бы, посмотрел бы ваши потребности, конкретно, о каких потребностях идет речь, вот, посмотрел бы, если, если для вас проблема в том, что вы зависите, вот, и, ну, зависит от своего молодого человека, да, то есть, как бы, ощущаете, вот, свою зависимость, и посмотрел бы, а каким образом вы жертвуете собой, то есть, то есть, вот, как, как так получается, да, что вроде бы вы и с молодым человеком, в то же время и собой жертвуете, мне кажется, и кажется, что здесь есть некая дихотомия, например, может быть, то, что для вас любовь обязательно жертва, или что-то, что-то такое, или вы боитесь, что если не будете с собой жертвуете, то молодой человек вас сбросит, и так далее, и так далее, вот, поэтому, как бы, такая вот история, так что, я бы все бы это, конечно, посмотрел, и вот, когда все это будет разобрано, я думаю, вы, вы сами сможете увидеть, стоит ли вам жертвовать, или нет, стоит ли вам быть молодым человеком, или нет, вот. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.